МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новостей Азов. Инфо в студии Александр Истомин. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Грозит ли банкротство управляющим компанией Азова? Здесь будет город-сад. Мнение экспертов о благоустройстве общественных территорий. Конкурс «Если бы я был президентом» выявил первых лидеров среди азовских школьников. Бесхозный объект недвижимости, а проще говоря, гараж рядом с домом номер 70 по переулку Черноморскому за несколько десятилетий превратился в источник потенциальной опасности. В этом сегодня убедились наши корреспонденты. Дом номер 70 по переулку Черноморскому был введен в эксплуатацию в 1972 году, то есть более 45 лет назад. На первом этаже располагался продовольственный магазин, которому принадлежал гараж в непосредственной близости от дома. Давно нет того магазина, а никому не нужный, проржавевший за несколько десятилетий гараж остался. Азовчанка Татьяна Маврина переехала в этот дом более 30 лет назад и никогда не видела, чтобы помещением кто-либо пользовался. Кроме детворы, которая взбирается на крышу гаража, едва только начинают поспевать плоды растущего здесь же дерева. Вот делали отмостки асфальтированные, и все гараж заасфальтировали. Входа здесь нет. Кому он относится, что он относится, мы не знаем. Но дело в том, что он весь гнилой. И сейчас идет лето, начнутся абрикосы, и детвора полностью оккупируют эту крышу. Мы жильцы гоняем их, но нас кто там послушается. Если, не дай бог, случится какая-то беда, то будет очень плохо всем. Жалко детей. Прежде чем прийти на телевидение, Татьяна Маврина обратилась к депутату округа с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Ну, чтобы снесли этот гараж, он никому не нужен. Это груда металлолома. Опасная причем. Я обращалась к нашему депутату Квлазневу. Вот он, рядышком, 3-5 метров от этого гаража. Его заместитель сказал, что я тоже гоняю ребятишек, чтобы они не лазили по крышам. Но это же не проблема. Это не решение. Это не решение проблемы, да. Это не решение проблемы. С наступлением весны жители дома начинают работы по озеленению придомовой территории. Конечно же, их огорчает, что цветник возле гаража вскоре оказывается вытоптанным. Но это, по словам Татьяны Мавриной, мелочи по сравнению с потенциальной опасностью, которую представляет для детей проджавевший гараж. Как нам сообщили в Департаменте имущественно-земельных отношений, прежде всего жителям следует обратиться с соответствующим заявлением на имя главы городской администрации. После этого будут предприняты меры по установлению пользователя гаража. Если выяснится, что данный объект недвижимости находится на земельном участке незаконно, он будет снесен. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Недавно областные и местные средства массовой информации со ссылкой на начальника Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павла Асташева сообщили о признании банкротами нескольких управляющих компаний Азова. Это вызвало обеспокоенность собственников многоквартирных домов, поскольку им рекомендовано выбрать новую компанию либо принять решение об изменении способа управления. Однако, как выяснил главный специалист управления ЖКХ Андрей Иванов, повода для волнения нет. На территории города Азова управляющие компании, такие как ЖКХ Дом 5, ЖКХ А4, ЖКХ Дом 1, ЖКХ А, Дом управления 8 признаны банкротством. Возможно, скорее всего, банкротство было возбуждено гораздо ранее, а просто сейчас на днях вступило в силу какое-то законное решение суда. Данную управляющую деятельность в настоящее время не осуществляют по управлению домами. ранее те многоквартирные дома, которые находились у них в управлении, они сейчас эти дома перезбрали на новые способы управления либо выбрали действующие другие управляющие организации. Что касается волнения жителей, то здесь, возможно, будет нестыковка в наименовании управляющей организации, такой как ТРИО Управляющая организация ЖКХ Дом 5. Если присмотреться, там у них разные наименования. У действующей организации, которая имеет лицензию, управляющая компанией ЖКХ Дом Дефис 5, а у той, которая признана банкротством, Дефис стоит перезагрузным домом. Это совершенно разные управляющие компании, разные учредители, директора. В настоящее время в городе Азове все управляющие имеют лицензии на управление на критерном доме. Ни одна из управляющих в стадии банкротства не находится. Любой гражданин может на сайте налоговой по ИННН, либо по именованию организации проверить действующий ее статус на сегодняшний момент заведения запроса. 15 марта на территории Азова и Приазовья введены ограничения на вылов рыбы. В Таганрогском заливе, Азовском море и реке Дон, ниже плотины Цемлянской ГЭС запрещается ловить тарань и плотву. Судака нельзя ловить на всей территории Донского региона. По словам специалистов Азовского НИИ, рыбного хозяйства, эта вынужденная мера вызвана резким сокращением рыбных запасов. Ограничения будут действовать до конца апреля. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Владислав Третьяк. Легенда мирового хоккея. Трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира. Вратарь, способный отразить любые угрозы. Кумир миллионов болельщиков и пример для будущих чемпионов. Третьяк уверен, только игра слаженной команды во главе с уважаемым всеми капитаном приводит к победе. 18 марта приглашаем на выборы президента страны. Давайте выберем достойного капитана. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Как сделать город привлекательнее? Просто прийти и выбрать первоочередной объект благоустройства. Ведь вовсе не обязательно быть главой города, чтобы сделать его лучше. Достаточно просто быть его жителем. Приоритетный проект – формирование комфортной городской среды. Просто прийти и проголосуй. Торговый центр «Самрад» на Московской 86 приглашает всех на распродажу товаров зимнего ассортимента со скидкой 15%. Для вас огромный выбор одежды, обуви, сумок, товаров для дома и путешествий. Наши цены вас порадуют. Работаем ежедневно с 9 до 20 часов по адресу. Улица Московская, 86. Торговый центр «Самрад». Второй этаж. Вы позвонили? Две шестерки, три семерки. Мы быстро приехали. Такси-центр всегда рядом. Две шестерки, три семерки. И еще раз. Две шестерки, три семерки. Воскресенье 18 марта азовчане не только будут выбирать президента страны, но и голосовать за территорию благоустройства города. В настоящее время выбраны пять объектов. Это парк Победы, сквер Олеся, территория возле поселка Солнечного, Петровский бульвар и набережная Азовки. Какой из этих объектов окажется лидером голосования, станет известно 19 марта. А пока мы предлагаем вашему вниманию мнение экспертов по данному вопросу. Проект формирования комфортной городской среды впервые позволит азовчанам выбрать территорию, которую они хотят улучшить в первую очередь. Общественные слушания, прошедшие на этой неделе, показали, что из пяти объектов нет однозначного лидера. Однако часть экспертов считает Петровский бульвар первоочередным объектом. Я считаю, что для благоустройства в городе Азове в первую очередь необходимо это сделать Петровский бульвар. Почему? Потому что это сердце города, наш город исторический. И гости, и жители города в основное время проводят именно в этом месте. Поэтому я считаю, что это первоочередная задача. На мой взгляд, пришло время для бульвара. 47 лет уже он не меняется, плитка истерта, и устарел он уже и по композиции, и по характеру. Для бульвара в первую очередь нужно просто поменять плитку, не надо заморачиваться там сильно. Поменять плитку от соколя до соколя, убрать бордюры, чтобы все ходили и не боялись смотреть себе под ноги. Но все-таки Петровский бульвар, Парк Победы и Набережная – объекты, которые вызывают самые острые дискуссии. На мой взгляд, тут даже без вариантов выбирать надо именно Петровский бульвар, потому что это действительно сердце города. И в том состоянии, в котором он находится на протяжении уже десятка лет, это нет никаких слов даже сказать, выразить эти эмоции. Следующее мое личное мнение – это набережная. Не просто Парк Победы, а именно набережная, в том числе с Парком Победы. Тогда действительно это будет стоящий проект. Некоторые эксперты считают, что следует обратить внимание на еще не освоенные объекты. Это позволит в будущем расширять и развивать новые территории. Из всех объектов, на мой взгляд, достойны внимания два. Это наш любимый Петровский бульвар и будущий возможный Парк Победы. Как ни парадоксально, я бы выбрал второе, потому что здесь два подхода. То ли мы улучшаем уже имеющее все пространство, то ли мы создаем новую точку притяжения в городе. Несмотря на множество мнений, каждый азовчанин сделает свой выбор. Буквально через несколько дней мы узнаем, какая территория будет благоустроена в ближайшее время. Никита Зинченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Наша страна находится в преддверии выборов. Чтобы повысить правовую активность молодежи, в настоящее время проходит Всероссийский конкурс, если бы я был президентом. Ученики Азовской школы номер 9 стали его финалистами и будут защищать свои проекты в Санкт-Петербурге. Подробности в следующем сюжете. Более 30 тысяч заявок из 85 регионов России. Так высок был уровень конкуренции на первом заочном этапе. Конкурс был всероссийский, назывался «Если бы я был президентом». Проводился среди детей разных возрастных категорий. Этот конкурс проводил Центр развития молодежного парламентаризма при Совете Федерации, при поддержке Совета Федерации. И основная цель конкурса была развитие именно правовой грамотности среди молодежи и вообще правовой активности. Несмотря на совсем юный возраст, два второклассника школы номер 9 вместе прошли финал, став лучшими в категории видеоролик. Пожалуй, некоторые из предвыборных заявлений ребят может взять на вооружение любой большой политик. Повышение стипендии, учащиеся в высших учебных заведениях. Хорошее трудоустройство для выпускников высших учебных заведений. Заработная плата, превращающая в три раза прожиточный минимум для молодых специалистов. Когда я стану президентом, я клянусь, что буду охранять свой народ и верно ему служить. Я буду бороться, чтобы в моей стране не было бедных. Богатейшая страна должна жить достойно. Иван Антоненко, ученик 9-го Б класса школы номер 9, прошел ввочный этап конкурса в категории СССР. В случае победы он серьезно планирует изменить свою жизнь. Это, безусловно, изменит мое мировоззрение. И я пойму для себя, что мне нужно дальше будет развиваться в политической сфере, выбрать для себя профессию, связанную с несением политической службы, и в дальнейшем работать на благо нашей страны. По итогам конкурса будет распределено 16 призовых мест. Но эти школьники среди 30 тысяч сверстников уже одни из лучших. Никита Зинченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Голос минувшего». Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 16 марта облачно с прояснениями. Температура днем плюс 4, плюс 6 градусов. Температура ночью 0, плюс 2. Ветер северо-западный 2,6 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Уровень воды в реке Дон на 76 сантиметров ниже нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин